Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Недельная глава Тазриа. Вчера мы говорили о рождении мальчика, девочки, роженицы, как она должна очиститься, сколько дней. Теперь Тора приходит к такой вещи, как цараат. Наши мудрецы нашли только слово проказа, чтобы как-то понять это слово. Хотя это не соответствует современной проказе лепре. Это нечто невероятное и это чисто духовная вещь. Она была только у евреев. Это болезнь. В основном она была за грех, за зычия, за сплетни, за эти вещи. Это была болезнь. Это она была подарка Всевышнего, чтобы искупить наш грех. На сегодняшний день у нас этого заболевания нет. И, естественно, искупить грех в злозыщии не так это просто. Дело в том, что в геноме это очень большие страдания. И, конечно, наши мудрецы говорят, что лучше небольшими страданиями в этом мире очистить душу, чтобы потом не страдать в геноме. Вот так. Определить, что это такое кожное заболевание, или это какое-то другое заболевание, или это решай. Морг только коин. Только коин. Ни раввин. Никакой другой человек не мог в мудрец Торы определить это. Коины учатся для этого 30 лет. Они с 30 лет только приступают к службе в храме. И они могут определить, что это именно Цараат. Мы видим пример Цараата. Первый Маше показано нам, что он много разговаривал со Всевышним. Всевышний говорит, ты должен пойти вывезти евреев из Египта. Он говорит, пошли того, кого ты всегда посылаешь. И Всевышний ему показывает. Цараат. Он говорит, всуни руку за пазуху. Маше всунул руку за пазуху. Вынул. И она покрыта, как снегом проказа. Это невероятное. Вот Маше первый. И впечатление от текста, что это просто как пример. Такое вот Всевышний показал, как знамение. Но нашему требованию он это заслужил. После этого мы знаем, что Мирьям с Агароном, своим родным братом, побеседовали. Говорили они по поводу кушитки, которую взял Маше. Ибо жену кушитку взял он. И что они поговорили? Наши мудрители говорят, что Цепора, жена Маше, была красивая женщина. Мирьям ее встретила, сестра Маше. И сказала, какая ты красивая Цепора. И Цепора говорит, ну и что так? Как-то ответила. Она подумала, Мирьям, что Маше не исполняет свой супружеский долг. Вот. И она решила никому не пойти. Пошла к Равину. К своему родному брату, такой же родной брат Маше. К Агарону. И побеседовала с ним. Вот. Поступает он не так, как надо. Вот он должен с женой спать. И получается, Цепора страдает. В общем, вот такой разговор состоялся. Всевышний сделал так, что они поражены были проказой. Агарон был сразу прокаженный. Всевышний мгновенно убрал эту проказу, для того, чтобы не позорить первосвященника. А Мирьям поражена проказой. И они там взмолились. Маше просит исцели ее. Всевышний вопрос. А Агарон просит Маше. И мы глупо поступили, дурно поступили. Вот, вот, вот. Вот, и поговорили эту тему, потому что человек видит все ситуации с одной стороны. То есть Мирьям с Агароном выглядели ситуацию, вот, что они спят с женой. А причину они не разбирали. Потому что причину видит только сам Всевышний. Поэтому мы должны всегда, прежде чем что-то сказать, это хорошо подумать. Потому что со всех сторон мы ситуации не видим. Для того, что, когда мы получали Тору, Всевышний говорит, будьте готовы третьему дню не приближать и с женщиной. То есть будет общение со Всевышним. Нельзя спать с женщиной. Так как же там Маше мог спать с женой? Если бы он так поступал, это было бы вообще неправильно. Потому что он все время разговаривал со Всевышним. Он получал Тору, он получал знания, он обращался к Всевышнему по разным вопросам все эти 40 лет в пустыне. Как он мог, как обычный человек, спать с женой? Поэтому они-то эту ситуацию и не видели так. И поэтому это был грех. Если бы какой-то простой человек пошел крови на что-то и сказал, это не одно и то же. Эти люди были пророками. Они были праведниками очень большими. И они на толщину волоса не имели права ошибиться в этом плане. Вот они поговорили. Как это работает? То есть человек увидел у себя какие-то пятна. Необычные. Видишь, как снегом покрыто есть какое-то еще пятно. В общем, что-то необычное. Не надо терять время, надо идти к Коину и сказать. Коин может определить, это болезнь цараат или это просто лиша или что-то такое, которое... Не надо принимать таких мер срочных. Если Коин подозревал, что это такая болезнь, как Тора пишет, тогда он сказал, что человека надо уединить на 7 дней и посмотреть. Если это пятно распространилось и дальше, стало большим, и волосы по этому пятну идут белого цвета, то есть не какие-то седые, обычный цвет волос, допустим, как черные или седые, но белые, как снег. Вот тогда еще есть, значит, если он понял, что это уже цараат, он уже будет жить в Нестане. Если Коин понял, что надо еще подтвердить, что это все-таки уже не цараат, он понимает, что волосы не стали дальше белыми, они потемнели, и пятно дальше не разрослось. Он еще контрольных делал 7 дней, и если через 7 дней пятно исцелялось, в принципе, все, человек уже мог жить в Стане, и все. Если же нет, он жил в Нестане, до того дня, пока эта проказа не пройдет. Человек должен раскаяться, он должен выполнять требования Торы, он должен распороть свои одежды, если он кого-то встречал, он должен кричать не чист, не чист. Это не просто, чтобы опозорить, это то, что когда человек так будет кричать, то людям будет его жалко, и они будут за него молиться, когда человек просит, и так он быстрее исцелится. Если он понимал, что за что он это получал, что он перестает своим языком разносить сплетни, или что-то другое, что он говорит, то, что не надо, то это бы, если он проходил, а человек приходил к Коину, и он говорил, что наше дело, и он становился чистым. Так это работает. И написано, что если язва проказа покрыла все тело, столько, сколько могут видеть глаза Коины, с головы до ног, то человек чистый, он уже здоровый. Как это так? Ну, наподобие ветрянки. Какими-то причами покрылось тело. Ветрянка. Когда они все вылезли, уже все, он уже чистый. Вот наподобие вот так работает. То есть, Мирьям была полностью поражена проказой, как мертвец полыслевший. Маше говорит, такой Всевышний будет, цели ее. Вот, Всевышний говорит, ну пусть семь дней побудет не стану. То есть, если бы, если бы это была она дальше прокажена, то тогда бы эти семь дней, потом еще семь дней контролят. А тут всего семь дней. Понятно, что Всевышний покрыл ее проказом сразу головы до ног, что она уже, она уже чистая. Ну, просто это как предупреждение такое, как всему народу было предупреждение в виде Мирьям. Мы ее подождали, после этих семи дней она вернулась в Стан, и мы пошли. То есть, нас это учит, что мы, прежде чем, что сказать, должны подумать. И ни о ком, ни о чем говорить нам нельзя. Ты можешь говорить с утра до ночи, можешь сразу не закрываться. Значит, бери то, что написано в Торе, то, что написано в Заповеди, то, что написано в наших книгах. Пожалуйста, говори. Тебя никто рот не закрывает. Рассказывай интересные вещи, пожалуйста. У нас много книг, много хорошего есть всего. Пожалуйста, но беседовать так, о чем-то говорить, о том, что ты 100% тем более не уверен, ни в коем случае нельзя. Вот так. Потому что это может привести к плохим последствиям. А на сегодня наш урок заканчивается. Надеюсь, что мы будем думать перед тем, как что-то делать и говорить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И до следующих встреч. Надеюсь, у нас состоится завтра в 15 часов. Шалом!